Первый шлюз на нашем пути, Нижнесвирский. Кошка контролирует процесс. А нет, не 17 метров, а 12. Сам приготовь, сам всех покорби и сам останься домой. Уровень воды здесь может меняться на полтора метра. На воде стиль. Может будет дать задний. Это причал, возле которого мы ночевали. Высокий такой, покосившийся. Я когда увидела, была в шоке. Но мужчина, который нас встречал, объяснил, что уровень воды здесь может меняться на полтора метра. Поэтому им приходится делать такой высокий причал. И тем, кто стоит, нужно учитывать. Кстати, ночью он тоже менялся. Потому что мы следили, вставали. Но, наверное, сантиметра на 20-30, по крайней мере, то, что видела я. И если здесь запарковаться очень плотно, крепко, то лодка у вас может повиснуть к утру. Здесь у нас вон тот кораблик надымил. Фу, дышать нечего. Наверное, будет отходить. Не знаю, почему он так дымит. Вот у нас вся яхта завешена стиркой. Конечно, приличные блогеры, яхтсмены. Стирку никогда не показывают. Но вообще-то это часть жизни. И грязные вещи как-то надо стирать. Вы смотрите, прямо облака на нас. Кораблик, который надымил, все-таки отходит. Замочила новую партию вещей. В прошлый раз я стирала темное. Вроде бы постиралось. Сейчас я стираю цветное. Там, кстати, есть всякие пятна. Можно будет еще нагляднее посмотреть результаты стирки. Кстати, если нет возможности бросать за борт, то можно просто оставить закрытую баклажку в кокпите либо даже в каюте. На качке оно все равно будет стираться. Вот кому нужно номер, по которому можно договориться о стоянке. А мы идем прогуляться. У нас есть немного времени. А здесь как-никак историческое Петровское место. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот так, сам приготовь, сам всех покорми и сам останься домой. А вот откуда идут все эти баржи-лесовозы. Конечно, вряд ли они загружают лес прямо здесь, но здесь видимо какая-то база, смотрите. Мы приближаемся к разводу. Мы приближаемся к мосту, но для нас его разводить не будут. Его высота 17 метров, а высота нашей яхты вместе с мачтой 10,5 метров. 11 метров. Как меня сейчас исправил Витя. Ну да, там у нас оказывается еще утренка. Поэтому мы пройдем под ним и в опущенном состоянии. Судя по всему на мосту пробка. А нет, не 17 метров, а 12,4 метров. Мы должны пройти. Но мы должны пройти. Спасибо. 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 И снова свирь поворачивает. Вот неугомонная река. Постоянно туда-сюда, туда-сюда. Смотрите, здесь опять куча навигационных знаков. Прям... Вы знаете, свирь это полигон для отработки и проверки своих знаний. Створ, буи, береговые знаки. Здесь есть все. Скоро придем на шлюз. Здесь есть все. Прикрой крышку, чтобы не было места. Готовимся к шлюзованию, увешиваем кранцы. Кошка контролирует процесс, чтобы мы вдруг ничего не так не повесили. На всякий пожарный вывешиваем кранцы со всех портов. Сейчас у нас достаточное количество. Кошка контролирует процесс, чтобы не было места. Вернулся к шлюзу. Первому на нашем пути шлюзу. Это вон кто у них теплоход стоит? Мы швартовались к причальной стенке. Я в курсе. Еще один кранец нужен. Сейчас принесу. Мы сейчас проходим первый шлюз на нашем пути. Нижний Свирский. Сейчас там шлюзуется теплоход Ленин. А за ним пойдем мы. Мы ждем у печальной стенки. А сзади нас гроза. К счастью, она нас обошла. Но мы слышим раскаты грома. Теплоход. Ленин, можно выходить. Всего доброго и счастливого пути. Закончил шлюзование. Подскажите, что движение интересуется? Пассажиров то же самое количество и остатка. Сейчас будет выходить. Мы сейчас наблюдаем, как выходит из шлюза. Пассажирский теплоход Ленин. Как вы уже поняли из переговоров по рации между диспетчером и Ленином. Они идут в Санкт-Петербург. Посмотри. Ну, не знаю. По-моему, на яхте веселее. Это там курсы-то велико вкусные, да? А мы ждем, когда они выйдут. И пойдем на шлюзование. Папа, ты идешь? Конечно. Шлюсь теплоходу, конечно, в обтяжку. Далее. Олег проверяет наличие родителей на борту. Проверил, убедился, что все тут. Можно дальше играть. Можно дальше играть. Вот. Пускайся. Теплоход Ленин. Теплоход Ленин. А там теплоходы и туристов? Да. иkapа. Теплоход зеленое. Красивоход anthрой дороги шляпс Теплоход эксп 결과 fondo Нам дали добро. Идем на шлюзование. Ближе к стенке идти, Витя. Сделать ход тише. Пусть нормально пробляться будешь. Давай, селай. Сходи-ка. Давай, селай. Давай, селай. Давай, селай. Белла, смотрите. Только не тряси камерой. Потому что сейчас этот тазик будет наполнять водой. Не знаю, коробочка. Так... Дон... Дон! Шлюзовая камера называется, шлюзовая камера. Ну, она уже начала свой блог вести за 5 минут, она так освоила съемку. Ты за Олежкой не забывай смотреть был. Ты же видишь, впереди там другие ворота. Мы будем выходить через те ворота. Теперь смотри, Бэлла. Видишь, там какая стенка под воротами? И теперь смотри, что с ней будет. Мы поплыли вверх, Бэлла. Мы плывем вверх. Мы стоим на месте? Нет, Бэлла, мы не стоим на месте, мы плывем вверх. Плывем, плывем вверх. И берем стену своими кранцами. Видно, как Рынь всплывает. Олесь, скажи, вкусно. Нет, здесь мы убрали. Вот, он не знает. Тут здесь, да. Да, а там я. Нет. Нет, да, мне дать смотри, как. А там нет. А там нет. Не так. Это за балл. Нет. Нет. Позади нас, внизу река Свирь. Смотри, ворота открываются. Олег, сядь! Зеленый, ведь выходить можно, спроси. Ну, командуй. Вперед, в средний. Для машины. С первым шлижованием. Наше видео подошло к концу. Надеюсь, вам понравилось. Если вы пишетесь, то поставьте лайк. Бай-бай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok